Привет, друзья мои! Для этого рецепта понадобится 3 небольших цукини, которые я буду натирать на крупной терке. Примерное количество продуктов я напишу под видео в инфобоксе, но здесь не обязательно придерживаться точных граммов. Также понадобится 1 небольшая луковица, которую я тоже натираю на терке. Добавила сюда 2 куриных яйца, теперь добавляю черный перчик молотый, соль, можно добавлять какие-то еще спицы и приправы, все по вашему вкусу. 2 столовые ложки муки с горочкой, 2 столовые ложки молотых сухарей, панировочных, и 2 столовые ложки тертого твердого сыра. У меня пармезан, но можно любой твердый сыр. Сейчас нужно это все перемешать тщательно. Здесь у меня картофель, который отварен до половины готовности. После того, как он закипит, его нужно варить не больше, чем 8-10 минут, так примерно. Сейчас я очищаю шкурку и нарезаю вот такими ломтиками, не слишком тонкими, не слишком толстыми, вот такими средними. Сейчас я взяла вот такую форму, дно и бока, которые застелила пергаментом, и выкладываю ломтики картофеля сначала. Дно у меня здесь промазано уже маслом. Кстати, это блюдо можно готовить и в сковородке, тоже очень хорошо получается. Я уже готовила, но сегодня я решила запекать в форме и в духовке. Итак, картофельный слой немножечко присаливаем, буквально чуть-чуть. И немного сбрызгиваем маслицем. Тоже чуть-чуть. Масло оливковое у меня, но можно любое, конечно. И теперь поверх выкладываю массу из натертых кабачков или цукини. Здесь уже не надо приправлять, потому что здесь уже все вкусно. И поверх цукини выкладываю оставшийся картофель. И этот верхний слой картофеля нужно немножко вот туда вдавливать его, вовнутрь чуть-чуть. Поверх я присыпала еще немного тертым сыром и немножечко сухарями тоже присыпаю. Много не надо, вот так, буквально чуть-чуть. И сбрызгиваю маслицем еще. Вот так, немножко. Вот и все, теперь эта форма отправляется в духовку, которая уже разогрета до 200 градусов. Сколько по времени будет запекаться, я потом еще скажу точнее, но приблизительно минут 20-30. В общем, до румяной корочки. Ну вот и все, готово. Запекалась у меня примерно 35 минут. Корочка румяная, значит все готово. Вот это главный ориентир, румяная корочка. Подождем немножко, несколько минут, чтобы она стала теплой. И тогда можно будет разрезать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok